добрый день дорогие зрители канала садовый мир ветреный но теплый апрельский день уже середина месяца и я начала потихоньку готовить место под многолетней цветочной культуры здесь у меня цветниковая зона вы хорошо знаете вот эту виноградную лозу которая идет у нас вдоль центральной дорожки и вокруг я решил разместить свою любимицу хризантема мультифлора давайте переместимся в тепличку я немного подробнее расскажу как укриняла черенки мне нужно сегодня их перевалить в более объемную тару для того чтобы дорастить до времени высадки в открытый грунт и расскажу сразу предвосхищая ваши вопросы как удалось сохранить маточные растения тонкости много надеюсь на следующий сезон вам эта информация тоже пригодится здесь теплицей мы будем заниматься сейчас пересадкой укриненных черенков но вначале я попрошу вас вместе со мной перенестись в прошлый сезон посмотрите какие яркие пушистые хризантемы мультифлора мы выросли на своем участке мы любовались ими всю осень а потом пересадили маточные растения в технические ведра и вот такие вот емкости это большие горшки и поставили их в теплицу продлив им тем самым цветение практически до самых холодов до понижения температуры до нуля за бортом теплицы они у нас дарили яркое цветение потом мы разобрали их по букетам домой оставшиеся растения я подстригла на высоту 15 сантиметров полила там где требовалось поскольку маточные растения хранения должны уйти в сухом виде с сухим комом что должна быть продуктивная влага обязательно в горшке и обработала фунгицидом для того чтобы предупредить развитие различных патогенов при хранении как правило при переувлажнении либо низкой температуре могут развиваться развиваться корневые гнили когда вы храните растение в подвале у меня растение после первых заморозков отправились на хранение в подвал температура хранения до начала февраля у меня было плюс два градусов по влажности не могу сказать но картофель хранится там хорошо нет избытка влажности и не слишком сухо он не вянет урок не терять дальше хризантема там было вполне комфортно начале февраля мы достали наши маточные растения вот в этих технических емкостях перенесли в подсобное помещение заселив пол пленкой и муж над ними меня подвесил фитолампу до свечи в нашем наши маточники течение 16 часов предварительно обработали еще раз поверхность нашей наших маточных растений биофунгицидом и когда у нас стали появляться первые побеги именно с корневой поросли то мы еще обработали растение вот и по этим вот первым побегом раствором антистрессанта потому что повысилась температура повысили изменились условия увлажнение для россии все равно тоже стресс конечно нужно было провести подкормку для стимуляции образования побегов это было комплексное удобрение минеральность микроэлементами ну а в дальнейшем когда россию нас нарастили побеги именно из прикорневой поросли не от побегов из оставшихся почек а именно из земли не должны были вырасти мы отбирали черенки сейчас покажу уже на маточном растении вот здесь вот верхушечку срежу посмотрите здесь междоузли под вытянуты почему а дело в том что они меня уже хранятся ненадлежащих условиях а я когда отбирала череночки они меня были приземистые плотники такие с хорошим тургером и я отбирала черенки максимально вот эти мягкие молоденькие удаляла нижние листочки вот таким вот образом у крупных крупно листовых удаляла часть вот так вот листовой пластинки и на глубину сейчас еще тут весь боковые побеги сразу распускаются заглубляла в горшочек плотно прижимая и еще часть у меня хризантемы была вот в таких вот прозрачных контейнерах я их рядочками по сортам высаживала здесь у меня грунт агробалт нейтрализованный марки n с добавлением вермикулита и таким образом под крышечкой под фитолампой они у меня были на укоренение грунт у меня так прикормить зоне был хорошо уважнен конденсат со стенки вот этой мини теплички я удаляла дважды в день проветриваю приподнимая крышку таким образом получила вот такие шикарные черенки посмотрите какая корневая система шикарно у нас здесь развилась черенки уже просятся на смену домика им уже тесно поэтому я сегодня займусь именно этим и давайте приготовим почву смесь и сделаем пересадку конечно буду брать грунт агробалт я с ним работаю весь сезон сейчас кроме хризантемы очень много у меня перевалки и овощной рассады и цветочной в том числе поэтому использую сразу большую упаковку метод мешок от 70 литров а в теплице на прогреме еще стоит упаковка мульти 250 литров потому что скоро будем формировать уже горшочки для пересадки петунии и других цветочных культур я уже говорила что я по использую разные марки вот сейчас вы видите в кадре мешок с желтой скажем так тематикой на упаковке дело в том что этот торф без каких-либо добавок он не обогащен комплексом минерального удобрения как например агробалт марки с который мы работаем в рассадном периоде и тему и чем он хорош тем что можно по запросу той или иной рассады растений цветочных например культур декоративных культур овощных составить почвосмесь такой какой необходимо для запросы конкретного растения добавив те или иные компоненты вот в этот базовый субстрат я сейчас вам на ладошке покажу вот посмотрите какой он рыхлый воздушный средней фракции и я уже на основе него посмотрите сделала субстрат добавив сюда немного биогумуса немного агроперлита и чуть-чуть прям чуть-чуть буквально вермикулита прям ладошку для чего для того чтобы растениям моим было комфортно в новых домиках на дно контейнера позиционно кладу бумажную салфетку для того чтобы закрыть дренажные отверстия чтобы почва при посадке у нас не вывалилась наружу вот так это выглядит внутри сейчас заполняю готовым субстратом наши домики для кризантемы мультифлора объем беру 2 литровый и хочу обратить ваше внимание вот посмотреть два контейнера они по литражу одинаковые 2 литра но разные по конфигурации вот это вот с квадратным сечением а этот с круглым если хотите сэкономить место на подоконнике и на стеллаже выбирать прямоугольные они у вас продуктивно займут площадь а если хотите чтобы отстоялись такие стаканчики и горшочки более устойчиво выбирайте более широкий с круглым сечением каждый выбирает под свои условия я сегодня выбираю круглые потому что размещать буду уже в теплице наполняю контейнер практически до верху субстрат у меня на основе грунта агробалт nn это индекс который говорит о том что торф нейтрализованный этот торф вырабатывается добывается фрезерным способом и вырабатывается из верхового торфа нейтрализуется известняковой мукой и соответственно получается что уровень плаш нашего субстрата исходного в диапазоне 5,5 тире 6,5 идеальный плаш для всех практически овощных декоративных и цветочных культур здесь нет дополнительного питания что положила я вам уже рассказала и благодаря этому мы можем смешать любой субстрат под запросы любого растения соответственно добавив адресное удобрение либо какую допустим дополнительную подкормку если добавляете субстрат в виде гранул то сделать это лучше заранее недельки примерно за 2 до посадки таким образом сухие компоненты все смешаются с почвой и почвопоглотительный комплекс успеет все питание распределить непосредственно в массе если используете жидкие компоненты в виде удобряющих каких-то компонентов разводить рабочий раствор по инструкции производителя добавляете в торф тоже перемешивайте и оставляйте примерно на 10-14 дней для того чтобы действительно все компоненты тоже разошлись я добавлял в сухом виде поэтому через 10 дней начинаю уже посадку я отделяю один черенок из каждого ряда укорененных черенков посмотрите они у меня уже здесь пощипанные часть я уже отсадила поделилась в том числе соседями специально сейчас отделю черенок чтобы показать вам качество корневой системы отряхну его чтобы вы видели посмотрите какие хорош хорошие корни уже череночки нам дали вот сейчас я должна поместить растение вот на продуктивную высоту корневой системы для этого ручкой вот так вот делаю углубление чтобы у нас корешочки не завернулись вот так вот помещаю аккуратненько для того чтобы корни разместить и аккуратненько подсыпаю со всех сторон чтобы они нас в комочек не зажались корешочки а свободно в луночке расположились и только потом немножко можно при посадить дальше по периметру подсыпаю субстрат на основе верхового нейтрализованного торфа и потом уже поплотнее прижимая вот так вот сильно тоже не сжимаем чтобы корни у нас не были зажатыми субстрат рыхлый воздушный корням будет в нем очень комфортно поэтому корневая система сейчас адаптируется после посадки и лучше будет давать новые всасывающие корневые волоски питание которое мы добавили тоже будет работать постепенно в процессе роста растения будут его усваивать останется сейчас только полить вода 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 у меня там стоит сторон сейчас я возьму а сейчас хочу сказать что вот сейчас после пересадки саженцев но в новый объем роста и опущу грунта нельзя сразу растение выставлять на жаркое солнце вот ведь у нас теплица здесь еще идет без притенения поэтому я сейчас унесу в теплицу где у меня стоит вся рассада там где уже спонбон натянут по корпусу и обработаю растение после посадки раствором адаптогена по листу что это даст растение лучше переживет стресс а уже подготовленный качестве субстрат даст необходимый старт для развития дальнейшего поливая растение по периметру вот таким образом вокруг сильно не заливая потому что грунт у меня в меру увлажнен и чтобы сверху не образовывалась почвенная корка при обильном поливе можно этим же готовым субстратом чуть-чуть замульчировать поверхность таким образом корни будут дышать и грунт у нас не будет схватываться корочкой сверху ну что первый как говорится у нас пошел первая ласточка пересадки сегодня конкретно в наш рабочий день работы еще много сейчас все хризантем мультифлора перенесу пересаженную в тепличку и буду постепенно уже готовить субстрат для того чтобы он у меня был готов под пересадку других растений у меня уже на очереди перевал капитуния у меня много виол уже подросло требуется новая рассадная емкость и пересадку уже на постоянное место в горшочке в которых они будут нас развиваться поэтому агробалт н далеко не убираю добавляю по требованию все необходимые компоненты смешиваю в большом объеме у меня это большая строительная емкость 90-45 литров покрывая пленочка чтобы у нас субстрат не пересыхал и через дней 10-14 можно уже во всю работать работы будет много открываю не один мешок поэтому сейчас муж мне поможет и мы заготовываем субстрат на основе вот этого торфа и все у нас получится цветов в этом году море и надеюсь что когда все зацветет вы с нами насладитесь этой красотой украшения леди аминь аминь и а